67 подростков Ленинского района сегодня состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Среди наиболее распространенных правонарушений распитие спиртных напитков в общественных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность, мелкое хулиганство. Сработать на предупреждение такого рода случаев задача номер один. Гости встречи, специалисты разного профиля попытались вместе с подростками разобрать и проанализировать широкий круг вопросов, касающихся в первую очередь достойного поведения и отказа от вредных привычек. Прежде всего необходимо говорить о их безопасности, это о сохранности имущества своего личного, о безопасном времяпровождении, особенно когда подростки предоставлены сами себе, это в выходные дни, в каникулярное время, о правилах поведения на улице, о соблюдении правил дорожного движения. Ну и конечно же необходимо приводить примеры, когда подростки либо сами становятся жертвами преступлений, правонарушений, либо наиболее такие яркие факты совершения подростками противоправных действий. Врач-психотерапевт не применил обратиться к такой теме, как злоупотребление подростками алкогольных напитков. Эта тема сегодня стоит остро. Чтобы оказать помощь молодому человеку, педагоги и родители спешат с обращением к специалисту. Однако достучаться до ребенка сложно в случае его собственного отказа что-то менять. Когда их направляют, допустим, педагоги или какие-то другие социальные службы, возникает большая проблема в том, что они не только не видят у себя проблемы, но и сопротивляются, скажем так, любым попыткам что-то поменять и изменить у них. Поэтому с этой точки зрения это самая тяжелая для работы категория, поскольку возникает сильное сопротивление у самого обратившегося. Он не желает, то есть он саботирует встречи. Сегодня в Брестском государственном торгово-технологическом колледже обучается порядка 800 подростков. Руководство и педагогический состав учреждения образования осознают необходимость проведения профилактических мероприятий. Учащиеся на пороге взрослой жизни, когда, как не сейчас, делают все возможное, чтобы предостеречь их от необдуманного шага, будь то распитие алкогольных напитков, либо употребление запрещенных веществ. Работа с молодежью ведется регулярно, а в помощь специалистам, представителям разных структур. Проходит процесс становления, им хочется испробовать все. Пока кто с умом, так сказать, делает это в разумных пределах и так далее, попробовал, бросает. Но некоторые не останавливаются и где-то дальше продолжают. Поэтому где-то мы с ними начинаем беседовать. Причем мы с ними ведем эту беседу, эту работу с первого дня, когда они проходят к нам в колледж. Мы готовы специалистов для сферы торговли и общественного питания. Поэтому как раз вот в таком плане должны быть, в моральном плане, в этическом плане. У нас должны быть, во всяком случае, дети, выпускники впоследствии, которые осознанно идут в сферу торговли, общественного питания и должны быть, в общем-то, образцом.